Продолжение следует... 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 Поэтому о Reflame я все равно продолжаю заниматься, развивать, и чего я вам желаю. Об этом сегодня будет наша презентация. Что мы здесь получим, и вообще зачем нам это все нужно? Первый вопрос, который я бы вам хотела задать, это вот такой. Ой, побежали, побежали. Стоп, 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 стоп. Нет, там все карты. Зачем вам нужны деньги? Деньги. У кого есть ответ? Понимаете, вот мы просто по наити очень часто, бывает, занимаемся какими-то вещами. Но у нас нет энергии, да, лень какая-то, да. Вот есть у кого-то вот вопрос в чат. Скажите, кто встает по утрам вот с таким вот прям настроением, хочется какой-то бежать, быстренько кофе допиваешь, горячий, одеваешься, выскакиваешь на улицу, и бежишь, 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 уже делаешь какие-то действия. У кого такое состояние? Поставите, пожалуйста, семерки. У кого такое состояние утром? О, Викачка, да, вижу, верю. Круто. Смотрите, те, у кого семерки, значит, вы знаете, зачем вы это делаете, и у вас для этого есть энергия. Если у кого нету семерочек, обязательно в конце вебинара вы увидите задание домашнее, которое вам поможет в этом. Скажу сейчас только одно. Вам нужно ответить на вопрос, зачем вам нужны деньги. Вот лично для меня, я вам кратко вот свои такие цели, которые для меня важны. Это стиль жизни, который я хочу, и путешествия. Вот это то, что меня мотивирует больше всего. Поэтому вперед, а дальше мы сейчас узнаем, как эти деньги заработать. Поехали. Какие есть возможности? Да, уже, наверное, дырдотертый слайд, уже все знают наизусть, но повторение мать учения, поэтому я все-таки настаиваю и рекомендую вам еще раз в это вникнуть. Три возможности в компании Арифлэн. Первое – это экономить. Скидка 20%. Не каждый магазин вам даст скидку 20%, поверьте. Дадут вам 1, 2, 3, 5%. Максимум, не знаю, накопят до 10%. И то, наверное, если вы будете там скупляться всей семьей несколько десятков лет, получите скидку. Здесь вы сразу получите 20%. Со старта регистрируешься 20%. Здорово. Дальше. Вы можете также заработать деньги, если вы кому-то предлагаете продукцию. У меня сегодня утром был такой случай. У меня в 11 утра была индивидуальная тренировка с девочкой, которая специально приезжает из Волновахи, на неделю живет в Бердянске, чтобы брать у меня индивидуальные тренировки. Вот это энергия, да? Так вот, я ей сегодня сказала, Тань, у нас есть в Арифлейм крем подтягивающий для тела. Я, как его увидела, сразу поняла, что он тебе нужен. Еще эти целлюлитные. Она, да, покажи. Я ей показала, говорит, о, давай. Еще тебе нужно масло для волос. Смотри, у тебя как раз, я говорила, проблемы с волосами. Вообще масло классно, сама себе хочу. Ну, правда, оно без скидки, может, подождем. За чем мы будем ждать? Давай. Я говорю, а давайте сразу дискон сделать 20%. Ну, давай, все, регистрация. У меня такой регистрации быстро еще не было. Буквально, наверное, меньше минуты. Хотя можно было, конечно, не предлагать регистрацию, а продать и заработать 25% на разнице от дистрибьюторской цены и цены каталога. Но мне больше всего нравится, возможно, третье. Это лидерство, это построение организации. Потому что чем больше у вас ответственности, тем больше у вас призов. Вот и все. Простая арифметика. Поэтому давайте вникать, как же эту позицию лидера занять. Хорошо. И все деньги лежат. Вот смотрите. Сегодня, прям после тренировки первой, между еще двумя следующими, просчитала вам, сколько это в деньгах будет. Смотрите. Вот табличка. Выплат. С левой стороны у нас баллы бонуса. Балл бонуса. Кто новичок, кстати, давайте перекличку. Кто новичок, поставьте восьмерочки, пожалуйста. Кто впервые на вебинаре. Чтобы я понимала, в каком русле вам вести дальше беседу. Вижу, Вика. Ольга. Новичкам всегда везет. По крайней мере, два человека есть. Знаете, как говорят в аудитории лекторы. Даже если есть два человека, значит, не зря пришел лектор. Отлично. Еще Нина у нас есть. Здорово. Ребята, балл бонуса. Это такая валюта, которая во всем Арифлейм объединенная. То есть в каждой стране примерно, ну как, в своей расценке баллов бонуса. В Украине один балл примерно равен 10 гривнам. Наталья, хорошо. И поэтому смотрим. Если вы сделали объем продаж на 150 баллов бонуса, соответственно, вы получаете 6% с этого товара оборота. Объемная скидка – это та сумма денежная, которая вам перечисляется на ваш номер дисконта. 70 гривен. И вы в следующем заказе, который будете делать с начала нового каталога, вы заплатите на эту сумму меньше. Это понятно? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Хоть один, поставьте плюсик. Вот, класс. Знаете, вот, когда человек активный, у него все получается. Значит, у него есть энергия дотянуться до клавиатуры. А если есть энергия дотянуться до клавиатуры, то есть энергия делать действия. О, класс, супер. Хорошо. Я, чтобы понимала, что вы со мной на одной волне. Дальше. 500 баллов бонуса, соответственно, это 9%. Там уже объемная скидка примерно 340 гривен. Это идет усредненная цена в зависимости от построения вашей организации. Чтобы вы понимали. Если вы будете всех людей регистрировать, в первый уровень, соответственно, у вас будет немножечко выше цена, но не совсем стабильная организация. Если вы будете делать, как в компании рекомендуют, 5 человек и каждый еще по 5, то тогда у вас будут максимальные выплаты. Я вам просчитала то, что действительно реально в моей организации люди получают и получали. Вот те суммы, которые действительно начисляются в конце каталога. 12% это 1000 баллов бонуса, примерно получается от 1000 до 1600 гривен на свой номер. 2000 баллов, примерно 2-2600 гривен, ну и дальше вы видите, примерно сколько баллов, столько примерно вы денег и зарабатываете. Как эти деньги получают? Когда наступает следующий каталог, вы делаете заказ, примерно, вы сделали заказ на 1000 гривен, а у вас скидка, к примеру, 340. То вы получите разницу. 1000 минус 340, вы получите вот эти ваши, сколько там, 600, 660 гривен, заплатите вы за товар, а все остальное, как говорится, это сэкономленные деньги, это заработанные деньги. Если ваша скидка превышает ваш заказ, сумму заказа, то, например, вы сделали заказ на 1000 гривен, да, а у вас скидка 2000 гривен уже накопленная, то тогда вы платите, половину обналичиваете, из своей скидки снимается денежка, да, и половину вы платите наличными деньгами. Вот, 50 на 50, вот таким образом. Еще дальше будет обратная связь, мы с вами еще разберем, если у вас будут вопросы, сейчас по ходу действий вы будете получать ответы на свои вопросы, что-то непонятно. Даже в терминологии давайте разберемся. Я понимаю, что здесь есть, конечно, матерые лидеры, которым это уже не очень интересно. Я больше сейчас, наверное, ориентируюсь на людей, которые впервые и вникают сейчас, что здесь и к чему. Потребительская цена каталога, что это такое? Это та цена, которая указана в каталоге непосредственно. Если из нее вычесть 20%, мы получим дистрибьюторскую цену, она же дисконтная. Почему 25% считается доход от продаж? Если считать от цены закупки, то мы прибавляем 25%. От цены закупки это будет 25%. И мы получим потребительскую цену. Соответственно, прибыль от закупки 25%. Объем продаж. Что такое объем продаж? Объем продаж – это мы дисконтную нашу цену, то есть дистрибьюторскую цену, вычитаем из нее МДС. В Украине у нас, если я не ошибаюсь, 20% МДС. Итого, я уже все просчитала. Смотрите, у вас получается, что 1 балл примерно равен, вот если по потребительской цене, вот по цене каталога, если считать, как посчитать этот балл? Вы берете сумму продукта, лучше брать туалетную воду, либо крем для лица, для тела, и делите на количество баллов. Примерно это будет 12 баллов. Аксессуары стоят в 2 раза дешевле по баллам. То есть, если это сумка какая-то, либо сережечки, вот, то они будут стоить, допустим, не 12 баллов, а 6 баллов. Хотя сумма будет такая же, как сумма крема. Поэтому выгоднее по баллам работать с продукцией косметической. Дисконтная, дистрибьюторская цена баллов это примерно 10 баллов. Балл, который считается непосредственно для выплат, считается за вычетом НДС. Ведь мы же с вами НДС не платим, платит компания. Поэтому нам нужно считать сумму баллов бонуса без учета НДС. Я посчитала эту сумму, там примерно получается 7,56. Я по разным людям своей организации посмотрела и не только своей, просила лидеров других структур сравнить действительно, сколько у них получается. Мы получили такую сумму, прям вот четко 7,56. И дальше идут расчеты с этим учетом. Так, с этим понятно, если тут вопросов нету или вопросы есть. Давайте так, если вам понятно, поставьте, пожалуйста, пятерки. И мы идем дальше. Спасибо, Вик. Пятерки. Вижу, побежали пятерки. Так, энергия дотянулся до клавиатуры. Есть. Отлично. Значит, будет энергия для достижения своих целей. Супер. Окей, идем дальше. Вот, рассмотрим пример с вами, да. Вы сделали лично 150 баллов бонуса. По табличке, которая у нас, вот она сейчас, я вам включу, 150 баллов бонуса, смотрим, у нас 6%. Какой ваш доход? Значит, 1 балл, это примерно, это 7,56, да. Мы берем 150 баллов, нам нужно перевести в гривны. Сколько это будет в гривнах? 150 баллов, умножаем на 7,56, получаем 1134 гривны объем продаж. Именно с объема продаж нам начисляется объемная скидка. Берем 1134 гривны умножаем на 6%, мы получаем 68,04. Ну, чтобы проще ваше вознаграждение, это за то, что вот вы приобрели себе лично продукцию на 150 баллов бонуса. Взяли себе коктейль наш протеиновый, взяли себе, допустим, wellness для женщин, wellness pack для женщин и туалетную воду. Вот, 150 баллов. Вам компания вернула 70 гривен. Вам, во-первых, вы сэкономили 20%, еще и 70 гривен вам вернули. И, внимание, сейчас идет акция седьмого каталога, все четыре летних каталога. Если вы сделаете в текущем каталоге 150 баллов, то в следующем каталоге за каждый балл бонуса вам на объемную скидку начисляется 1 гривна. Если вы сделаете 200 баллов, соответственно, 200 гривен вам начислятся на объемную скидку. Если вы сделаете 300 баллов, вам, соответственно, 300 гривен начислятся. Если вы сделаете, допустим, в этом каталоге вы сделали, воспользуйтесь вот этой скидкой, то есть она вас находится в следующем каталоге. Если вы в следующем каталоге не сделали 150, а сделаете в следующем, Допустим, в 8-м вы сделали, то в 9-м получите возможность сделать 150 баллов и получить скидку в 10-й, 7-й, 8-й, 9-й, в 10-м каталоге. Вот вы делаете 50 баллов и в 11-м получите. Если делать каждый каталог, вы каждый каталог будете получать эти деньги. Итак, получается, что с учетом этой акции за 6% вы получаете 70 гривен плюс 150. 220 гривен – это ваша объемная скидка. По-моему, неплохо. Расмещая заказ в следующем каталоге на 1000 гривен, к примеру, по дистрибьюторской цене, то вы платите 1000 гривен минус объемная скидка, минус 220 гривен – это 780 гривен вы платите за заказ. Если у вас заказали по каталогу, то клиенты вам дадут не 1000 гривен, а на 25% больше. Они вам дадут 1250 гривен. Итого 1250 минус 280 вы заработали 470 гривен. Я считаю, очень даже классно. Можно купить у меня абонемент. Шучу. Хорошо, поехали дальше. Давайте обратная связь. Поставьте, пожалуйста, троечки. Ой, мама звонит. Мама, потом. Поставьте троечки, если здесь все понятно. Троечки. Виктория, понятно. Отлично. Хорошо. Извините. Мама, я на вебинаре, извини. Давай потом. Отлично. Поехали. Простите. Ну, мама, она переживает. Я что-то одна в бердянке. Я думаю, она волнит. И супер. Так, наш слайд. Стоп, 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 стоп. Побежали в садик. Сейчас пролистну. Так. Это мы посмотрели объемную скидку. Это мы посмотрели. Дальше. Следующий пример номер два. Пример номер два. Теперь. Вы решили строить организацию. За это же платить деньги. Правильно? У вас есть три подружки. Ну, Марина, Наташа и Таня. Вот Марина сделала 150 баллов бонуса, как и вы. Наташа тоже сделала 150 баллов бонуса. А Таня сделала 50. Ну, Таня новичок, допустим, она решила себе просто коктейли заказать, попробовать. Итак, давайте считать, сколько же вы заработаете денежек и то, сколько получит. Вместе с командой вы заработали 500 баллов бонуса. Давайте посчитаем, сколько это объем продаж. По нашей табличке 500 баллов бонуса – это 9% вы получаете. 500 баллов бонуса умножаем на 7,56. Это балл бонуса без НДС. Помним, да? Мы получаем 3780 гривен. Посчитаем, какая скидка будет на этом уровне. 3780 гривен умножаем на 9%, получаем 340 гривен. 340 гривен – это на всю команду. Вы же прекрасно понимаете, что вы сделали всего лишь 150. Правильно, вы шлипсо сделали. Марина 150, Наташа. То есть каждый внес свою лепту. Но вы еще как организатор внесли лепту, поэтому распределение будет таково. Распределяется снизу вверх. Итак, сначала 70 гривен заплатят Марине. 70 гривен заплатит Наташа. На предыдущем слайде мы с вами как раз рассчитывали вот это, да? Что за 150 баллов бонуса, 6%, мы получаем 70 гривен. И так как еще идет летняя акция, каждая девушка получит еще 150 гривен за то, что они сделали 150 баллов бонуса. Итого, каждая получит по 220 гривен. Таня не получит ничего, потому что она не выполнила условия выплаты по табличке. Она сделала всего лишь 50 баллов бонуса. В табличке она не проходит по процентам. Ваша объемная скидка, считаем, 340 минус 2 человека по 70. Это будет 340 минус 140. Ваша скидка 200 гривен заработанная. По акции вы также получаете 150 гривен за то, что вы сделали 150 баллов бонуса. Итого, ваша объемная скидка 350 гривен. Простая арифметика. Здесь понятно. Поставьте, пожалуйста, что поставим. Давайте двоечки поставим. Если понятно. Если непонятно, можете задать вопрос. Вика, понятно. Юра, Валерия. Валерия. Ладно, отлично. Знаете, в математике просто все точно. Я лучше вам медленно еще раз расскажу, вы поймете. Я не голословная. У меня высшее образование. Я прикладной математик с красным дипломом. У меня есть педагогический стаж работы. Я была преподавателем в техникуме. Поэтому я все прекрасно понимаю, что цифры это сложно. Но я готова вам это все разжевать, чтобы у вас не было вопросов. Хорошо, идем дальше. Пример 3. Соответственно. Вы также продолжаете пользоваться Wellness и делаете 150 баллов бонуса. Марина сделала, как и вы в прошлый раз, 500 баллов. То есть она тоже нашла. Я не стала расписывать вот про их человек, там рисовать внизу. Марина тоже, как и вы, повторила ваш пример. Сделала 500 баллов бонуса. Наташа тоже повторила ваш пример. Сделала 500 баллов бонуса. Таня все-таки решила брать себе больше продукции, пользоваться туалетными водами, не знаю, кремами, что она там решила, не знаю. Но сделала 150 баллов бонуса, уже хорошо. И у вас появилась Ирина, которая сделала 50 баллов бонуса. Ну, тоже пробует человек. Итак, мы считаем, сколько у нас всего баллов общих в общем котле. Итого, у нас 1350 баллов бонуса, это 12%. Я уже посмотрела. Переводим эти баллы в гривны, в объем продаж. Умножаем 1350, умножаем на 756, это стоимость одного балла бонуса без учета НДС. И умножаем на 12%. Мы получаем 1224,72 копейки, это объемная скидка на всю команду. А теперь смотрим. Каждая получает по заслугам. Марина получает свои 9% товарооборота своего. Наташа получает со своего товарооборота 9%. И то, что остается, переходит вам. И Таня получает со своего товарооборота 6%. Смотрим. Значит, у нас Марина и Наташа 9%. Мы уже считали на прошлом слайде подробно, почему 200 гривен. Без учета акции. 200 гривен плюс еще за акцию они 150 получат, то есть там по 350. И Таня 70 гривен она получит за свой товарооборот плюс за акцию, то само собой, это ее заслуга, она получит 150 гривен. Итак, мы считаем, сколько же вам останется. 1224. 1224,72 это общая сумма объемной скидки вашей команды. Мы считаем 200 гривен для Марины, 200 гривен для Наташи, 70 гривен для Тани. Итого у нас остается 934 гривны 72 копейки. Это ваша объемная скидка. С учетом летней акции, за то, что вы сделали 150 баллов бонуса, вы получаете за каждый балл одну гривну. 100 оборотов. Получается 1084 гривны вы получили на свою объемную скидку. Вы знаете, у нас в Бердянске люди работают месяц в супермаркете за 1200. Представляете? За 1200 гривен. Буквально, не знаю, по 12 часов. Я просто работала в супермаркете, я знаю, что это такое. И параллельно училась в университете. Это очень сложно. 1200 и люди готовы тратить свое время на эти деньги. Вы же эти деньги можете получить до 3 недели. Сидя дома, красивая, вся такая накрашенная, общаетесь с людьми, по интернету приглашаете. Здорово. Я считаю, это вообще очень даже неплохо. Обратная связь. Если вам здесь все понятно, давайте поставим шестерочки. И в месяц, в месяц они зарабатывают столько. Да, да, да. Шестерочки. Отлично. Понятно. Замечательно. Вот, очень хорошо. Хорошо. Дальше. Сидит из себя учинкой математики. Итак, домашнее задание. Вы знаете, вот материал усваивается, когда ты его еще проработаешь и дожмешь его чем-то. Я вам сейчас буквально 2 минуты поделюсь методикой, которая мне очень помогла. Как запоминать информацию. Вот сложные, да, цифры там вот такие. Вы эту информацию сейчас прослушали, да? И чтобы эта информация усвоилась, вам нужно ее еще дожать. И вы сейчас, допустим, в течение 24 часов, вспомним, существует такое правило, 48 часов, но еще круче правило 24 часов. То есть, по горячему, откройте план успеха, если у кого-то есть книжечка, откройте книжечку и прям возьмите и почитайте, а еще лучше просчитайте. Скидку до 15%, 18% и 21%. И вы тогда, знаете, будет эффект пресса. Знаете, как проталкивается, допустим, как в мясорубке, да? Нагидали там, кто котлеты делал, да? Сначала там лук, ды-ды-ды-ды-м, лук застрял в мясорубке, да? Что мы делаем? Мы там мясо, мясо ды-ды-ды-ды-м проталкивает, этот лук уже прошел. Картошка протолкнула остатки мяса, да? Вот все хозяйки это знают. Здесь работает то же самое. Если вы хотите усвоить информацию, вам нужно ее протолкнуть еще более чем-то таким более сложным, и тогда вот эта информация будет вообще для мозга более легкой, и он ее примет. Если вы ее оставите точно так же, ну вот она может не усвоиться. Пробуйте. Можете проверить на себе действительно действия вот этого, не только в плане бизнес-плана Арифлей, можете даже в плане изучения языков это использовать. И посчитайте объемную скидку вашей цели. Вот если вы хотите, к примеру, заработать, там, не знаю, там, 5000 гривен за каталог, посмотрите какой это уровень и просчитайте, сколько вам нужно людей, сколько вам нужно процедников примерно, вот так вот, по той схеме, как я вам делала. Мы закончили на уровне, там, 12%, да? А дальше вы просчитайте, что Марина и Наташа сделали, повторили ваш уровень, они сделали по 12% каждое, да? Это вам такое домашнее задание. Я не стала вам чувствовать это, потому что там дальше, в принципе, по аналогии поймете. Будет запись этого вебинара. Кто сразу не понял, можете еще раз пересмотреть. Хорошо. Дальше. Дальше. И, Надя, вот, больше всего люблю я этот слайд. А дальше, когда ваши люди повторят ваши результаты, Наташа сделает 12%, потом Марина сделает 12%, и когда они повторят вас, и у вас будет 7,5 тысяч баллов воноса вместе с командой, то вы станете директором компании Reflame. И это уже будет скидка 24%. За три недели будете получать от 7,5 тысяч гривен. За три недели. За месяц это от 10 тысяч. Это действительно, я спрашивала, я знаю, еще у других директоров спрашивала, как у них действительно так и получается. 1000 долларов, это единоразовая премия, которую выплачивает компания. Хорошая новость в том, что она выплачивает по курсу Натбанка Украины. Чем я вас и поздравляю. Я свою премию получала по курсу еще 5,5. Сейчас вы получите 25 тысяч гривен. Можете открыть в студию по Улленску, как у меня. Правда, не хватит. Хорошо. Выберите, какая вам нравится премия и вперед. Смотрите, помимо премий, что такое, вот я тут расписала, директор, старший директор. Когда вы делаете 7,5 тысяч, вы директор компании Reflame. Когда под вами появляется первый директор, например, Наташа стала директором, и у вас тоже есть 7,500, и у нее есть 7,500 баллов бонуса по команде, то вы будете старшим директором. Вы получите дополнительно полторы тысячи долларов. Если и Марина, и Наташа сделали по 7,500, а не директора, вы получаете 2,000 долларов, потому что вы будете уже золотым директором. Соответственно, девушки получат свою тысячу долларов каждую. Три человека у вас стали директорами в первой линии, вы старший золотой директор. Вы получаете 3,000 долларов премия, и ваши девушки получат каждую по 1,000 долларов. Соответственно, 4 директора в первой линии, вы сапфировый директор, и 6 директоров в первой линии, вы бриллиантовый директор, и получаете 6,000 долларов. Ну, вот это цифрование больше всех нравится. Помимо этих единоразовых премий, есть еще бонусы директорские. Помните, да, мы просчитывали скидку. У вас, у нас было 12%, а у Марины было 9%. В сущности, мы получали разницу между скидкой нашей и скидкой Марины. 12 минус 9, 3%. Если директор у вас 24%, по сути, да, вот если вы вспомните табличку, вот первую, которая была максимальная, да, 24% это от 7,5 тысяч баллов бонуса. Так вот, у вас 7,5, у Марины 7,5. Вы получаете с товарооборота Марины 4%, всегда. Пока она директор, пока она держит 7,5 тысяч баллов бонуса, и вы держите, вы 4% каждый каталог. В деньгах это 2268 гривен. Соответственно, если у вас 5 директоров, вы за каждую получите по 2268 гривен и более. Ну, то есть, если они сделают 10 тысяч баллов бонуса, значит, 10 тысяч баллов бонуса умножаем на 7,56 на гривны товарооборот, и берем 4%. Соответственно, там будет уже 3, 4, 5 тысяч за каждого директора. И бонус золотого директора. Если у вас Марина и Наташа стали директорами, и у них уже есть директора, то вы за каждого директора и их организации, и с людей организации получите 2%. То есть, до каждого директора, еще дополнительно к этой цене, 2,200, да, получите еще по 1134. Допустим, у Марины один директор, и у Наташи один директор, то снизу получите 1134. А с Мариной и с Наташей 2,268 гривен. Есть еще сапфировый бонус. Я вам просто немножечко коснусь этого. Эта информация уже больше для директорского уровня. Но я немножечко вас приподниму за горизонт и посмотрите, какие там деньги есть. Сапфировый бонус 0,5%. Кажется, что, да, там какие-то 283 гривен, но поверьте, когда у вас там будут уже десятки, у вас там будет человек 50 или 100 директоров, то это уже очень хорошая прибавка к зарплате. И бриллиантовый бонус это 0,25%. То есть, если вы бриллиантовый директор, у вас 6 директоров первой линии, и у каждого директора есть свои директора, то вы с каждого директора получите по 0,25% дополнительно. И там уже денежки, поверьте, которые меня лично вдохновляют. Не знаю, как у вас, но меня очень вдохновляет этот уровень. Но эта информация уже больше, наверное, туда дальше, когда вы приблизитесь к званию директора. Это уже будет, знаете, как третий шаг, наверное, да. Давайте освоим сейчас вот эту информацию по поводу выплат до директорского уровня. Это вы можете вникнуть, конечно же, чтобы протолкнуть эту информацию, можете вникнуть в эту обязательно. И вы прессом протолкнете то, что было до этого. Итак, такой нюанс еще. Право начисления объемной скидки. Есть такие правила, которые, если вы не выполните, вы не получите объемную скидку. Смотрите, нужно лично делать 150 баллов бонуса. Знаете, это как отчинаж. Делала личные 150 баллов бонуса, и ты уже понимаешь, что ты действительно работаешь, ты знаешь, как либо предлагать продукцию, либо ты пользуешься продукцией, ты знаешь как бы все свойства продукта, можешь об этом рассказать. Ты находишься в теме. Либо квалифицированный личный рекрут. Кто такой личный квалифицированный рекрут? Это новичок, который после регистрации в течение трех недель закрыл первый шаг, сделал свои 75 баллов бонуса. Это тоже для вас является правом начисления объемной скидки. Помните, что это должен быть личный квалифицированный рекрут, не в Владимире. И такой еще нюанс. Если вы строите международный бизнес, допустим, у вас есть организация в России, в Белоруссии, где вот у меня в Эстонии есть консультанты, чтобы получать баллы, чтобы они получать скидку, их баллов, вам нужно лично делать 200 баллов бонуса. Вот. И также для директоров, директора будущего, если вы хотите получать свою объемную скидку, все бонусы директорские, золотые, сапфировые и так далее, право получения этих бонусов лично 200 баллов бонуса. Не пугайтесь, когда у вас скидка уже будет, не знаю, 5 тысяч гривен, для вас это будет не страшно. Вы половину будете обналичивать, половину платить со своей на директор. Так, дальше. Домашнее задание. Это ответ на вопрос, где взять энергию. Прописать цели на квартал, на полгода и год. Приобрести план успеха компании и вникнуть в него, почитать, сеть прям с ручкой, рассчитать. Поверьте, вы будете это делать, вы просто уже будете вдохновлены, вы поймете, что здесь очень хорошие деньги. Делать ежедневные действия, ведущие к вашей цели. Прежде чем вы, допустим, как я провожу ориентир, надо мне это делать или не надо. Если это у меня приближает цель, я это делаю. Если меня это к цели не приближает, я это не делаю. И написать список желаний от 50 штук. Вот там ваша энергия. Поверьте, на 25 желании вам будет казаться, что они у вас закончились. Вот именно тогда начнутся ваши истинные желания, настоящие. И вы поймете, зачем вам это надо. Пока вы не ответили себе на этот вопрос, вы можете искать какие-то отмазки. Там времени нет, устало, там еще что-то. Вы не будете вот так вот в горячем кофе на ходу допивать, выбегать на улицу, бежать, возвращаться. там не знаю. Готовиться к вебинару, я вопрос в свой день. Прибегать, готовиться к вебинару, быстренько делать презентацию, потом собираться, бежать опять на тренировки, с тренировок прибегать, настраивать камеру, приводить тех порядок. Поэтому, ребят, правда, если вам это важно, вы это сделаете. Никто вас заставлять не будет, но в этом весь секрет. Даже сквозь асфальт можно прорасти. Нет ничего невозможного. Возможно все. Я знаю точно. Я никогда не садила шпагат. Мне говорили, что нужно заниматься детства. Поверьте. Свои 25 плюс я сажусь на шпагат. Поэтому нет ничего невозможного. Все реально, все возможно. Действуй. У тебя все получится. Так, я уложилась, в принципе, в урок 45 минут. Я готова ответить на ваши вопросы. Задавайте. Ну, или там пожелания какие-то. Вопросы есть? У кого есть вопрос? Наверное, чай пошли пить. Ау! Спасибо большое. Работаю в этом направлении. Хочу на лайнер. Я там буду. Хорошо. Ребят, я вам желаю, я вам желаю дать вопрос четко. Ну, я рада. Если будут вопросы, вы найдете ответы в плане успеха. Я вам желаю продуктивного вечера, релакса. Да, просто работать и просто разобраться. еще раз послушать. В записи можете послушать, да, у Кирилла. На лайнер. Я, я, я хочу. Я была на пароме из Риги в Стокгольм ехала, там паром был высотой 11 этажей. Я понимаю, что до лайнера там еще далеко, там тоже рестораны, бары. Я поняла, это очень круто, и я хочу на лайнер. Я там буду. Все понятно, супер, я очень рада. Ребят, здорово. До новых встреч. Желаю вам достигать, никого не слушать. Слушайте себя, свое сердце, там все ответы. Вы будете понимать, что ваше, что не ваше. Поверьте. Да, я разрываю шаблоны. Да, Вика. Поэтому я очень хочу, чтобы меня окружали люди с горящими глазами, а не с потухшими лицами. Зажигайтесь. Люди идут на огонь в ваших глазах. Люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...